Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня кафедра хорового и вокального искусства решила подготовить для вас предновогодний подарок и записала видеоконцерт по случаю 250-летия великого композитора Людвига ван Бетховена. Надеюсь, вам будет приятно вместе с нами окунуться в атмосферу классической музыки и необычайных ощущений, а также узнать несколько интересных фактов о великом композиторе. Откроет наш концерт камерный хор Добровест «Восхваление природы человека». Художественный руководитель и дирижер, старший преподаватель кафедры хорового и вокального искусства Шепелев Павел Николаевич, концертмейстер Жанна Боровикова. Мы славу славу природе поем, Сияет ярко, славу небес, И солнца душит и радость вокруг, Разливает славу мы поем, Как славу небес, Сияет ярко, славу небесы, Сияет ярко, славу небесы, Как светит солнце салонцом, Салонцом усков, А во всем светит с улыбкою, родной, И людям всем дает тепло Природит славу, славу мою. Вероятно, все полагают, что Бетховен родился 17 декабря 1770 года. Однако точная дата рождения композитора – первая из загадок его биографии. Ведь дата 17 декабря 1770 года – всего лишь день его Кристин в бой. Для вас поет Свистунова Елизавета. Шотландская песня «Милее всех» был Дженни. Концертмейстер Юрий Галузов. Концертмейстер Юрий Галузов. Концертмейстер Юрий Галузов. Концертмейстер Юрий Галузов. Концертерв В38м Молова Елии У Rafiинка. ПЕСНЯ Ах, если б только знал он, Так мирно и нежно, Его люблю и шашку, Опять свидание с ним! ПЕСНЯ Впервые публика увидела маленького Ветховена в возрасте 7 лет, но и здесь не обошлось без интересной жизненной истории. Когда отец вез мальчика в Кельн для первого выступления, ему так хотелось подчеркнуть уникальность сына, что он указал возраст 6 лет. Юный музыкант поверил словам, сказанным отцом, и с тех пор считал себя младше, чем он был на самом деле. А когда родители вручили Людмику его свидетельство о крещении, он отказался верить указанной так дате, полагая, что документ принадлежит его старшему брату. Дуэт «Походная песня» исполняют Джао Эли и Ян Си. Концерт-пестер Юрий Галуза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Людмик Ван Битховен не мог начать нормально свой день, если с утра не выпивал чашечку ароматного кофе. Но это был не простой кофейный напиток. Он всегда состоял исключительно из 64 кофейных зерен. Количество кофеина в одной чашке было таково, что у современного любителя кофе от него сердце взорвалось бы прямо в груди. Композитор считал, что это подстегивает его вдохновение. А вдохновения без любви не бывает. Кобылянская Анна. Нежная любовь. Концертмейстер Юрий Галузин. Люблю тебя, как ты я, Люблю тебя всей силой. Совсем дождь, как ты я, Люблю тебя всей силой. Совсем дождь, как ты я, Люблю тебя всей силой. Чтоб я не вспомнилась милой. Я утешался, Люблю тебя всей силой. Я утешалась, ты утешалась, Ты утешалась. Я утешалась, ты утешалась, Ты утешалась, Ты утешалась. Люблю тебяlles с тобой mental. Я утешилась, ты утешалась, Таняша. Я утешалась, ты утешалась, ты утешалась. простому человеку. Но все ли знают подробности? В 25 лет Людвиг ван Бетховен начал терять слух, а к 27 годам полностью лишился возможности слышать. Многие считают, что композитор потерял слух из-за привычки окунать голову в холодную голову. Это он делал для того, чтобы не услуть и больше времени проводить за музыкой. Кстати, в последнее время исследователи придерживаются мнения, что глухота Бетховена обусловлена дефектным геном. Но после потери слуха композитор не остановился и продолжил сочинение музыки. Писал произведения по памяти и играл, полагаясь на свое воображение. А с людьми Бетховен общался при помощи разговорных тетрадей. Наиболее известные его произведения были написаны уже после потери слуха. Одну из них вы сможете услышать в исполнении Виктории Челава. «Алегретто до минор» для протипиана. «Алегретто до минор» для протипиана. «Алегетто до минор» для протипиана. Субтитры подогнали Симон. 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 Это название было утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 году. В этом же году исполнилось 160 лет знаменитому вокальному циклу «К далекой возлюбленной», который стал вершиной песеного творчества Бетховена. Произведение из этого цикла исполнит для нас Елена Бутякова «На холме в стадии мечтая». Концерт песня Юлия Галузя. Концерт песня Юлия Галузя. Концерт песня Юлия Галузя. Концерт песня Юлия Галузя. Дома вечная обещает, Даже не остывая ему. Неужели все так разно, Ни отелю пиво сна, Ни отелю в песнях страстных, Роздашу, скажу я. Нет пригод для песни кровной, Путью на везде найдет, Все любые воля вкусная, Что любые народы. Людвиг ван Бетховен поистине гениальный композитор. Он первым попробовал воспроизвести звуки соловья, Перепелки и пупушки. Весной природа просыпается под пение птиц, А звуки весны особенные. Весенний призыв. Весенний призыв. Весенний призыв. Весенний призыв. Пара проснись от тяжких зимних зла, Укрась себя роскошным упором И цвета живых цветов, Покровом изумрудных Приборки одевай, Рассыпь везде веренки, Идет, идет нам светлый май. Идет, идет нам светлый май. Один из любопытных объектов филаталистической охоты – Марки с портретами композиторов. Такие марки – прекрасный способ почтить Бесценный флаг музыкальных гений В историю мировой культуры. Пожалуй, настоящим рекордсменом Здесь можно назвать Людвига Ван Бельховена. В настоящее время уже более 60 стран Выпустили марки с его изображения. Для вас поет Светлана Дорожок, Риэта Буфа, Нетерпение влюбленного, Концертмейстер Юрий Галузов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Истинное искусство нетленных, сказал как-то великий композитор Людвиг Ван Витхоев. Думаю, что это высказывание применимо и по отношению к его музыке. Он был гуманистом, нестандартным мыслящим человеком, музыкальным правительством и по сей день является одним из самых исполняемых композиторов в мире. Халилуя из аратории «Христос на Маслечной горе». Халилуя из аратории «Христос на Маслечной горе» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До новых встреч!